И когда мне предложили светиться, я сразу дал согласие, хотя, честно говоря, я не представлял, в какое время это может произойти или может не произойти вообще. Поэтому сегодня, как закончились все мероприятия, годового собрания ЕВР, я сюда к вам приехал. И я готов ответить на интересующие вас вопросы, но хотелось бы сначала определиться с какой-то общей темой нашего разговора, потому что ясно, что можно много говорить о разном, и лучше будет снимать все-таки, если я интенсирую тематику. Я мог бы охарактеризовать вам, я думаю, вам это будет интересно, каким образом складывается ситуация в Казахстане, в контексте в целом мирового кризиса. Ну и далее, исходя из этого, тема разговора вас не позволяет, то далее можно было бы вокруг этого построить дискуссию, ну и равно, как и отлично, любые другие вопросы. Времена кризиса очень интересные времена с позиции того, что многие, казалось бы, фундаментальные вещи подвергаются критическому осмыслению, и поэтому в условиях кризиса полярность мнений абсолютно не означает, что нет какой-либо четкой линии. И я, допустим, в дискуссии на годовом собрании ЕБРФ, они, знаете, потрагивали очень такие вопросы, которые буквально совсем недавно казались незыблемыми. Ну, например, то, что базовская система регулирования финансового сектора, она является процикличной, а нужны меры антицикличные. Ну, вы понимаете, о чем идет речь, то есть в условиях роста меры измягчаются, в то время как антицикличные означает, что они должны, наоборот, удосточаться, и в то время условия кризиса смягчаться, а не, наоборот, ужесточаться. То есть, казалось бы, такая незыблемая система, которая может только развиваться в том направлении, которое было задано, все это становится предметом для дискуссий. И предметом для этой дискуссии вообще стала и система корпоративного управления банка. Ведь казалось бы, что система корпоративного управления – это система, которая предполагает интересы на миноритариях, и это, безусловно, так. Для обычных корпораций, что касается банковского сектора, то получали аргументы в пользу того, что в банковском секторе система корпоративного управления не может быть нацелена на защиту миноритарии, а фокус для корпоративного управления – защита интересов депозиторов. И, вроде бы, вполне логично. И далее просматриваются, казалось бы, тоже достаточно устоявшиеся, может быть, не фундаментальные такие понятия, как независимые директора корпорации. Понятно, что независимость – вещь слишком уж условная, и зачастую для того, чтобы в наших же, допустим, корпорациях казахстанских приглашаются некие зарубежные авторитеты с тем, чтобы подчеркнуть, что это уж точно независимые директора. Но это оборачивается независимостью больше от понимания того, что происходит, независимостью от результатов того, что произойдет, а при этом все-таки советы директоров корпорации – это структуры, которые должны быть достаточно профессиональны, чтобы понимать, как работают институты, как работают инструменты, если речь вести о финансовом секторе, как работают финансовые инструменты, и отвечать, и дона ответственности, которая сегодня, в общем-то, достаточно размута от советов директоров, она должна быть более конкретна. То есть, казалось бы, то, что вчера было, я вас повторяюсь, таким незыблемым. Сегодня подвергается сомнение для Казахстана, допустим, вполне понятным звучали аргументы, которые, в общем-то, на встрече большой двадцатки обсуждались. Это усиление родни международной финансовой организации, частности международного валютного фонда. Здесь в Европе говорят, знаете, МВФ двадцать лет не видели в Европе, и с такой стати вдруг МВФ начнет играть какую-то значимую роль в Западной Европе. То есть, многие направления, направления, они будут существенно корректироваться, и я думаю, это правильно, потому что кризис, ну, немного это сказано, немного это замечено, что слово «кризис» там в китайском языке пишется двумя иероглифами, они изготовят в проблему, а другое – возможность. Поэтому очень важно прочитать оба иероглифа и из каждого из них сделать вывод. Ну, что теперь я мог бы сказать о том, каким образом у нас складывается экономическая ситуация. Она, безусловно, сложная. Для страны, которая строит открытую рыночную экономику, понятно, что очень много внешних факторов воздействия, которые сложно фрагментировать и, соответственно, сложно выстраивать систему, когда экзогенные факторы, в общем-то, очень сильно давлеют. Но абсолютно неправильно было бы кивать на, так сказать, внешние факторы и те гречесные явления, которые разносились в экономике. Просто эти экзогенные внешние факторы, они, наверное, более четко обнажили все эти недостатки, перекосы, какие есть в экономике. Перекосы фундаментальные, перекосы, сложившиеся в структуре экономики, в результате какой-либо политики, базирующейся на неточной оценке конъюнктуры. Ну, например, кузырь на жилищном рынке уж точно не надули в Западе. Это то, что у нас кузырь был надут усилиями и рынка, и властей в стране. Ну, и то, что он лопнул, ничего удивительного, и те последствия, которые произошли вслед за этим, тоже не являются чем-то неожиданным. Кстати, много было дискуссий на годовом собрании относительно того, кто же кризисе больше виноват, рынок или власти. Ну, сошлись на том, что виноваты и другие, что, действительно, как всегда, посередине, что власти не могли, должен, образом, использовать все те возможности, которые обеспечивает рынок. И, в свою очередь, есть целые направления, которые нельзя оставлять просто, так сказать, в расчете на то, что рынок все сам отрегулирует, уладит. И роль государства, она не рассматривается, безусловно, как по-настоящему.